Продолжение следует... 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 Сам? Или отец помог? Сам. Молодец. Молодец. Вот только дело тебе первое попалось. Мертвое. Ну, совсем обнаглели. Уже пешком идут. Как ее у тебя... Ее зовут Адлия. Да. Вот такие, как она, пробираются к нам. Валентин Семенович, а вы правда считаете, что эта женщина умышленно пересекла границу? Конечно. Это вам не заборчик детский перепрыгнуть ненароком. Это серьезное дело. Ну, ведь она не понимала, что происходит. Она лишь хотела к своему ребенку. Что значит не понимала, молодой человек? Не надо прикидываться. Вы когда дорогу не по зебре перебегаете, тоже считаете, что не нарушаете? Ну, зебру-то видно. Слушайте, все она прекрасно знала. Она просто надеялась, что ребенку российское гражданство дадут, а вслед за ним и ей. Вот ребенком и прикрывается. Мне кажется, это не совсем правильно. Нельзя считать, что кругом одни враги, и всех мести под одну гребенку, основываясь только на цвете кожи. Я не основываюсь на цвете кожи. Я основываюсь только на сухих фактах и на законе. Это вам, молодой человек, не экзамен в институте, где можно к отцу сбегать, и вам пересдачу назначат. И все будет прекрасно. А здесь жизнь. И от одной ошибки зависит жизнь и людей. Она получается не человек. Вы понимаете, что вы можете сломать жизнь ей и ее ребенку? Да она сама все, что можно, уже нарушила. Слушайте, если она такая хорошая, чего она патент не оформит? Это же не так сложно. А я скажу, ей все равно. Так что, как ни крути, но по закону она теперь сядет. А что насчет справедливости? Справедливости захотел? Ты сначала законы выучи. Справедливости он захотел. А моя задача граждан защищать. Так вот вы и защищайте. Аклия, приезжай скорее. Малышка в больнице. В Москве. Ну, как наши дела? В материалах дела Лес Восьмой зафиксировано, что, по словам подсудимой, она ехала к своему ребенку. Ну, послушайте, вот какая ситуация выходит с ее слов. Она родила ребенка, оставила его в больнице, а сама уехала в другую страну. Разве нормальная мать может так поступить? Протестую, Ваша честь. Оценочное суждение в отношении личности моей подзащитной. Отклонено. Подсудимая бросила своего ребенка, оставив его в больнице. За это нужно лишить ее родительских прав, а ребенка поместить в детский дом. Протестую, Ваша честь. Отклонено. Уважаемый суд, подсудимая пытается уйти от ответственности, прикрываясь ребенком. Сторона защиты также пытается манипулировать судом. Сотрудником УФСБ Сагарчи на Оренбургской области подсудимая была посажена на рейсовый автобус, следующий транзитом до Ташкента. Однако, воспользовавшись остановкой возле придорожного кафе, подсудимая покинула автобус и направилась в сторону территории Российской Федерации, используя заранее продуманный план действий. Таким образом, подсудимая незаконно пересекла государственную границу Российской Федерации. Прошу суд признать Юсупову виновной в совершении преступления по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы. Сторона защиты. Ваша честь, моя подзащитная раскаивается в Садейном. В ее действиях не было злого умысла и уж тем более безразличия границам Российской Федерации. Она, в первую очередь, мать. Пересекая границу, она просто хотела попасть к своему ребенку, который по состоянию здоровья был в детской клинической больнице номер 6 в городе Москве. Я бы хотел приобщить к делу справку из больницы. Протестую, Ваша честь. Вы хотите приобщить к делу документ во время премии? В этом документе говорится, что ребенок находился в больнице без близкого родственника, что как минимум дает матери повод для волнения. Она не бросала своего ребенка. Согласно свидетельству о смерти, она лишь хотела попасть к своему единственному родителю, на тот момент еще живой матери. Она просто не успевала оформить соответствующие документы на выезд ребенка из страны. Сторона защиты, это неуважение к суду. Ваша честь, это неуважение к моей подзащитной. Ни разу не взглянуть на нее во время заседания и заранее решить, что она виновата. О чем мы вообще здесь разговариваем? Женщина спешила к своему ребенку, а вы хоть... Вы уже посадили ее в клетку. Простую, Ваша честь. Сторона защиты к порядку. Простите, Ваша честь. Господин прокурор неоднократно заявлял, что моя подзащитная является плохой матерью. Тогда скажите мне, как так получается, что основное обвинение к моей подзащитной строится именно на том, что она спешила к своей дочери? Обвинение строится не на этом, а на чистых фактах. Вы подменяете предмет спора. Нет, не подменяю. Она пересекла границу Российской Федерации, но сделала это неумышленно. Да, она нарушила закон и не оформила патент. Но как бы поступили вы в этом случае? По закону и оставили бы своего единственного ребенка в другой стране, в больнице или по совести? И сделали бы все, чтобы побыстрее обнять свою дочку. Одна ошибка не стоит двух жизней. На основании обстоятельств, имеющих существенное значение для вынесения правильного заключения по данному уголовному делу, я прошу суд назначить мое подзащитное наказание ниже низшего предела, установленного частью 2 статьи 322 уголовного кодекса Российской Федерации. Большего неуважения к суду я не видел. Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по существу. Приговор будет вынесен в 16.30. Юсупова! Серега, подойди. У нее запрет. Отказывай. Женщины, проходите. Женщины! В автобус проходите, он доставит вас домой. Калининский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Юсуповой Адлееха Аджимовны в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 322 УК РФ. Суд постановил признать Юсупу Адлею Аджимовну виновное в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей в доход государства. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Оренбургском областном суде в течение 10 суток с отне его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждены в праве ходательствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. До свидания, закрытая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое. И за билеты. Пустяки. Не думайте об этом. В следующий раз рядом может не оказаться такого мастера своего дела, как я. Оформите, пожалуйста, эти документы и патент. Разве это чудо того не стоит? Нам пора в аэропорт. Я хочу десерт. Я хочу десерт. Спасибо.